Здравствуйте, уважаемые товарищи! Мы продолжаем наш замечательный курс Иврита Торы и Молитв. Сегодня мы на примере недельной главы Вайра, которую мы послушали вчера в шаббат, разберем несколько интересных таких вот правил. Но для начала, для самых начинающих, мы разберем парочку букв. Тоже на примере, на материале нашей недельной главы. Так, вот посмотрим сюда. Эта буква, вот она, эта буква называется Гэй. Она называется Гэй. Я выделил ее в тексте двумя цветами. Почему? Сейчас я расскажу о ней. Дело в том, что эта буква, пятая буква алфавита, значит, она, во-первых, запомнишь, что называется Гэй. Как вы, наверное, уже заметили. Я сейчас обращаюсь к группе А, то есть тем, кто не знает букв, кто учит буквы из нашего курса. Все буквы передают тот звук, с которого начинается название этой буквы. Мы разобрали букву Бет, которая звучит Б, а та форма ее, которая называется Вет, передает звук В. Мы выучили букву Рэйш, которая звучит Р. Буквы Каф и Хаф, точнее, это одна буква, две формы, которые звучат, соответственно, К и Х. Так. А теперь буква Гэй, да, естественно, вы понимаете, она передает звук В. Это звук, которого нет в русском языке. Это звук, который следует отличать от звука Г, говорите, он есть, это другая буква, от звука Х, который тоже имеет свои буквы. Так. Вот. И по возможности произносить именно вот так, как Гэй. Вот, например, слово Вэру. Да? Ну, какое это слово, какое слово вам еще надо произнести? Габокер. Нет, Габакар, извините. Ваймагер. То есть здесь звук именно Г. Так. Про эту букву я вам кое-что расскажу. Ну, считается, что эта буква самая основополагающая. То есть звук, который она передает, это что-то наподобие простого выдоха человеческого. И уже из него участием органов произношения формируются все другие звуки. Поэтому буква Эй как бы имеет повышенную святость. Она очень часто встречается в тех словах, которые как-то связаны со святостью. Например, Всевышнего мы называем, если не в молитве, не при изучении Торы, словом Ага-Шем. Шем – это имя. Ага-Шем – это то самое имя. На самом деле буква Эй здесь не более, чем определенный артикль. Артикль, роль его такая же, как у артикля, например, в английском языке, или в немецком, или в французском. Когда мы говорим о каком-то предмете, мы первый раз используем слово для его обозначения без артикля. Например, слово «атон» с лицем. Но когда мы используем это слово во второй раз и далее, чтобы показать, что это не какая-то новая, а именно та самая с лицем, о которой речь шла и до того, мы говорим «ага-атон», то есть мы используем это слово уже с артиклем. Так вот, в очень многих местах, где я выделил здесь буква Эй, она именно означает артикль. Это раз. Два, буква Эй относится к гортанным. Есть четыре буквы в ритском алфавите, которые называются гортанной. Горон и Йот. От слова Гарон, что означает горло. Гартань – глотка. Гарон и Гронит. Так вот, эти гортанные буквы имеют некоторые особенности. Какие именно? Я сегодня вам рассказывать не буду. Так. Но могу упомянуть, что вот та точка, которая в букве Бет обозначает форму Бет, а в букве Ка обозначает форму К, это точка, которая называется Дагеш. В некоторых буквах она, как мы видели, меняет звучание слова, меняет звучание буквы. Так. Например, Б и В. Так. Есть буквы, в которых Дагеш встречается, но мы не обращаем на него внимания. Раньше это было важно. Но теперь мы произносим одинаково, разной формы. И есть, наконец, буквы, в которых Дагеш не встречается никогда. Вот это, в частности, гортан. Вот буквы Гэй. Вы не увидите Дагеш. Есть такая форма, когда в букве Гэй стоит точка, но это не Дагеш. Выглядит он точно так же, но суть у него совсем иная. Так. Это второе, что я хотел сказать по букву Гэй, что она гортанная. И третье, я хочу сказать по букву Гэй, когда она стоит в конце слова, не имеет вот этой пресловутой точки внутри и не имеет огласовки, она не читается. Мы не читаем ее вообще. Извините. Ну, к примеру, возьмем вот это слово. Здесь есть две буквы, которые мы еще не учили, но я прочитаю вам это слово. Вэ-Ги-Нэ. Мы видим, что здесь два раза встречается буква Гэй. Первый раз она действительно передает звук Гэй. Таким образом образуется звук Ги. Второй раз она встречается на конце слова, не имеет огласовки, не имеет точки внутри, и мы ее не читаем. То есть букву Гэй мы здесь читаем, а здесь не читаем. И в слове Вэ-Ги-Нэ звук Г встречается только один раз. Вот то, что я хотел вам сказать про букву Гэй, пятая буква в алфавите. Так, вот в этом маленьком тексте, который представляет собой восемь первых фраз нашей недельной главы, главы ВА-Е-РА, я выделил все буквы Гэй, которые звучат вот так оранжевым, а все буквы Гэй, которые не звучат, как, например, вот это, я выделил вот так зеленым. Так, дальше еще одна буква, которую мы хотели, я хотел вам представить, это буква ТАВ, это последняя буква еврейского алфавита. Можете сравнить букву Гэй и букву ТАВ, они действительно похожи. И обе они, ох, извините, что-то не то, что-то пошло не так. Обе они похожи на букву Рэйш, которую мы с вами проходили, да, и буква БЭТ тоже похожа на букву Рэйш, и буква КАВ и КАВ-САФИТ похожа на букву Рэйш, да, это я специально показываю вам буквы похожие, да, чтобы вы научились отличать из друг от друга. Буква Гэй, обратите внимание, состоит из двух частей, которые не касаются друг друга. Одна как бы Рэйш, да, а вторая вот эта вот вертикальная палочка. Буква ТАВ состоит из двух частей, которые сливаются, которые соединяются друг с другом. Одну часть мы можем называть буквой Рэйш, а вторая расставляется в вот такую вот ногу, завернутую вперед, вперед, то есть влево, потому что пишем мы, начиная справа. Буква ТАВ, мы читаем ее как Т. Примечание. Евреи европейских стран, Ашкеназы, привыкли произносить эту букву немного иначе, не так, как это принято в израильском иврите. Значит, они различают букву ТАВ с точкой внутри и букву ТАВ без точки внутри. Если буква ТАВ в Дагеш не стоит, читают они ее как С. Если точка стоит, они читают ее как ТАВ, но в Израиле, а мы с вами будем опираться на израильский вариант произношения, оба эти варианта читают как ТАВ. Если вы приходите в Ашкеназскую синагогу и слышите там, например, вместо ШАБАТ, ШАБЭС, не удивляйтесь, именно потому, что ашкеназские евреи привыкли в этом слове, где буква ТАВ, Дагеша не имеет, читают ее как С. В Израиле это называется ШАБАТ. И то, и другое одно и то же слово, которое означает СУББОТА. Так, вот этот текст, я поставил его в нашу группу, в Телеграм. еще раз напомню вам, для чего я и для кого я совершаю эту работу. Я надеюсь, что есть такие люди, которым это поможет, которые не знают букв, но хотели бы их знать. И вот для них я ставлю себе цель на каждом уроке дать, ну, хотя бы по паре букв. Так, теперь, что я делаю? Я выделил в этом тексте все изучаемые буквы цветом. Так, текст идет дальше. Я дам вам ссылку в очередной раз на чате, на ресурс, с которого я взял текст. Так, что-то мне не получается под чатом. Да, хорошо. Так, вот, вы открываете это, ищете буквы, да, и находите их сами. Вы можете сравнить с тем, что я делал, но можете идти дальше. То есть, пойти, моим же путем, скопировать этот текст в Word, да, найти и как-то выделить эти буквы, а потом проверить себя. То есть, задать, например, найти все буквы ТАВ и посмотреть, все вы эти буквы нашли или что-то пропустили. Это помогает вам выучить букву, которую я вам даю. Значит, сегодня мы прошли две буквы, букву Эй и букву ТАВ про букву Эй. Я немного подробнее рассказал, потому что это важно знать. Буква ТАВ с ней проще. Мы читаем ее всегда как Т, да, вне зависимости, есть в ней Дагеш, как вот, например, здесь, или нет в ней Дагеша. Вот. И как вот здесь, вот, вот практически и все. Вот, например, слово, которое звучит ТАХАТ. Что значит ПОТ? Хорошо. Вот вам недельная глава. Теперь мы более подробно посмотрим на сам текст. Прежде всего, недельная глава называется ВАЕРА. Насколько мне помнится, в переводах, во всяком случае, в некоторых переводах, это слово переведено как И явился, И показался. То есть, буквально продемонстрировал себя. ВАЕРА ЭЛАВ АШЕМ. Кстати говоря, вот, что я забыл сказать. Значит, посмотрите сюда. В названии, вот в этом названии, БЕРЕЩИТ, да, поиск выделил мне букву ТАХАТ, поскольку она есть. Так? Хоть это не относится к самому тексту вот отсюда. Да, что такое БЕРЕЩИТ? Это название одной из пяти книг, пяти книжей БЕРЕЩИТ означает в начале. А вот это слово, в котором есть аж две буквы ГЕЙ, вот и вот, да, в нем я не выделил буквы ГЕЙ, потому что это слово не что иное, как имя Всевышнего, которое мы, если не идет о молитве и об изучении Торы, мы заменяем на АГАШЕМ, то есть имя. Оно читается совсем не так, как написано. А, по сути, это не слово, а это некие, некое сочетание букв, которое избрано для того, чтобы показать нам, что здесь речь идет о Всевышнем, которого мы не называем, так? Точнее, во время благословения, да, мы говорим здесь одно из имен Всевышнего А до Най, так? которое читается опять же совершенно не так, как написано. Но так, как написано, мы читать, во-первых, не имеем права, а, во-вторых, это было бы абсолютно неправильно, так? Это не слово, это некий знак, который мы не читаем. Так, ну, аналогично, извините, такую аналогию, как, например, в виде четыре буквы С, 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 Р, мы не читаем это как СР, да, а говорим С, 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 Р, хотя никакой буквы Э там нет в помене, и понимаем, что речь идет о союзе советских социалистических республик, да, когда мы видим вот эти вот буквы, вот это написание называется тетраграмматон, греческое слово, означающее имя из четырех букв. Оно не читается как написано, да, мы читаем его как ГАШИМ, поэтому в этом слове я не выделил буквы Э. А теперь мы снова перейдем к первой фразе нашей отдельной главы. ва-е-ра-э-ла-ва-шем и показался ему Всевышний Бе-э-ла-мэ-мам-ре в Дубраве, которая называлась Мам-ре, Мам-ре это имя человека, который был другом, Авраама, вегу Йошев А он сидит А он сидит у врат Га-о-гэль Шатрам Бе-хом-гайом, Ке-хом-айом, в жару дня. Я даю вам дословный, а не литературный перевод. Но я задаю вопрос, что это за слово? Тот, кто немножко знает иврит, может быть, мне подскажет, если кто-то имеет представление, какое, не что значит конкретно это слово, а какое-то слово близкое по звучанию или близкое по написанию однокоренное. Ну, если все стесняются, то скажу я. То скажу я. Есть такое слово ро-э видеть. Ра-а увидел. Так? Теперь посмотрим сюда. Это не то слово. Это слово от этого корня, да, оно имеет оно значение немного другое. Попробуем разобрать. Прежде всего, правило, о котором я уже упоминал и, наверное, еще не раз я к нему вернусь. В библейском иврите, в частности, в иврите Танаха, если глагол начинается с буквы ВАВ, да, значение этого ВАВ не соединительное, то есть И, а основное значение, что этот ВАВ переворачивает время. То есть, если ВЫ было у нас написано ЕРА, да, это был бы глагол в будущем времени. Сейчас мы разберем, какой глагол и что он означает, да, а раз написано ВАЕРА, это значит, что глагол этот ставится в прошедшее время. Итак, везде, сейчас мы увидим еще несколько примеров, да, что же означает глагол ЕРА, да, который стоит в будущем времени, он стоит в третьем лице, так, потому что говорится он, а он, кто он, Всевышний, вот он, его имя, слово ЭЛАВ означает ему, то есть Аврааму, да, буквально к нему, так, есть слово ЕРЭ, что означает он увидит, он увидит, да, можно увидеть и так, и увидит к нему Всевышний, да, действительно, слово РАА или слово ВАЕРЭ по-библейски, ВАЕРЭ, то есть мы используем форму ЕРЭ в будущем времени, он увидит, и ВАВ, который переворачивает из будущего в прошедшее время, получится ВАЕРЭ, это значит он увидит, да, это глагол, который стоит в биньяне ПААЛЬ, биньян, ПААЛЬ, это простой биньян, который передает нам простое действие увидеть, к нему, к этому биньяну, да, относится, значит, биньян гиф-иль, как каузативный, то есть если некий корень реализуется в биньяне ПААЛЬ и в биньяне гиф-иль, то в ПААЛЬ, как, например, ВАЕРЭ, и он увидел, это означает простое действие, а в биньяне гиф-иль, он означает каузативное действие, то есть сделать так, чтобы кто-то выполнил такое действие, то бишь, что означает вот это слово ВАЕРА, и сделал он так, чтобы увидел Авраам Всевышнего, да, кто сделал, сделал Всевышний, что он сделал, он сделал так, чтобы Авраам увидел, как нам по-русски одним словом сказать, сделал так, чтобы кто-то увидел, как я могу сделать так, чтобы вы увидели, например, вот это слово, я вам его, что, я вам его покажу, да, и так получается, что И показал, вот, значение этого слова ВАЕРА, еще раз, ВАП переворачивает из будущего времени в прошедшее, если было написано ЕРА, в биньяне гиф-иль, это значит, это означало бы и покажет, АВАЕРА и показал, мне сказано, что именно он показал, да, и показал ему Всевышний в Дубраве Мамре, так, что показал, показал себя, но мы с вами знаем, что Всевышний не имеет образа, как можно Всевышнего показать, да, может ли Всевышний сам показать себя, философский вопрос, но на самом деле, на самом деле, в общем, ответ на него, согласно, скорее положительный, Всевышний может это сделать, да, но здесь не сказано показался или продемонстрировал себя, здесь написано именно показал, вот, главное значение биньяна и филе, так, слово ЭЛОНЕЙ происходит от слова АЛОН, АЛОН это ДУБ, так, В Дубраве, Мамре и так далее, Так, перейдем дальше к следующему слову, так, 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 Имна МАЦАТИ, МАЦАТИ, давайте посмотрим сюда, корень здесь, МЭМ, ЦАДИ, АЛЕФ, да, что такое МАЦАТИ, если бы не было у нас вот этого суффикса, ТИ, МАЦАТИ, означает ОН НАШЁЛ, обратите внимание, что той МАЦА, которую мы видим в Песах, да, слово не имеет отношения, МАЦА, через АЛЕФ означает НАШЁЛ, МАЦА, которая хлеб свободы, хлеб бедности и так далее, которую мы исполняем заповедь на Песах, пишется через ГЕЙ, да, так вот, это БЕНЬЯН ПААЛЬ, как мы видим, что это БЕНЬЯН ПААЛЬ, очень просто, МАЦА, да, мы видим здесь АА, точнее, мы слышим здесь АА, стоят огласовки, такие же, как в самом названии БЕНЬЯНа, ПААЛЬ, то есть, слово МАЦА, это значит, ОН НАШЕЛ, а МАЦА ТИ, да, вот это суффикс первого лица единственного числа, мужского рода или женского рода, одинаково, то есть, Я НАШЕЛ, МАЦАТИХХЕН БЕЭЙНЕХА, то есть, НАШЕЛ СИМПАТИЮ В ГЛАЗАХ ТВОИХ, да, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, ОБРАЧАЕТСЯ АВРАМ К КОМУ-ТО ОДНОМУ из ЭТИХ ТРЕХ, как он думает, ПУТНИКОВ, Если НАШЕЛ Я БЛАЗАХ ТВОИХ, то есть, БУКВАЛЬНО, ЕСИ, ТЕБЕ УГОДНО, ЕСИ, Я ТЕБЕ ПОНРАВИЛСЯ, ЭТО ВЫРАЖЕНИЕ В СОВРЕМЕННОМ ИВРИТЕ, ЛОМО ЦЕХЕН БЕЙНАЙ, НЕ НАХОДИТ СИМПАТИЯ В МОЙ ГЛАЗАХ, это значит, НИ ЧТО ИНОЕ КАК МНЕ НЕ НРАВИТСЯ, СЛОВО ХЕН БУКВАЛЬНО, СИМПАТИЯ, БЕЙНИХ от СЛОВА АЙН, ГЛАЗ ЭЙНИХА, ГЛАЗА ТВОИ, МАЦАТИ, ОБРАТИТЕ В НИВАНИЕ, ДИСЬ НЕТ НИКАКОГО ВАВ, ПОЭТОМУ, ЭТО ПРОСТОЕ ПРОШЕДШЕЕ ВРЕМЯ, МАЦАТИ, КАК В СОВРЕМЕННОМ ИВРИТЕ, АЛЬНАТААВОР, ЭТО СЛОВО СТОИТ УЖЕ В БУДУЩЕМ ВРЕМЕНИЕ, В БУДУЩЕМ ВРЕМЕНИЕ, ВОТ ОН КОРЕНЬ, АЙН, БЭТ, РЕЙШ, А ВОТ ОН ПРЕФИКС, КОРЕНЬ ЭТОТ АЙН, БЭТ, РЕЙШ, ОЗНАЧАЕТ ПРОХОДИТЬ, ПЕРЕХОДИТЬ, КСТАТИ, ОТСЮДЕРА ЖЕ СЛОВО ИВРИ, ТОЕСТЬ ИВРИК, АВРААМ ИВРИК, ЭТО СЛОВО НАМ ТОЛЬКО ЧТО В ТОРЕШ, ВТРЕЧАЛЬСЬ, ВСТРЕЧАЛЬСЬ, ИЛИ ТОЛЬКО БУДЕ ВСТРЕЧАТЬСЯ, НЕТ, ОЧЕВИДНО В ЭТОЙ ГОЛОВЕ, ЧУДЬ ДАЛЬШЕ ОН ВСТРЕТИТЬСЯ НАМ, АВРААМ НАЗВАН ИВРИК, ТОБЕШЬ БУКВАЛЬНО ЕВРЕЕМ, ПОТОМУ ЧТО ОН ПЕРЕШЕЛ, ПЕРЕШЕЛ, ЕСТЬ ДВА ОБЯСНЕНИЯ, ВЫ САМИ ПОСМОТРИТЕ В КОММЕНТАРИЯХ, А ВОТ ЭТО, НЕ ВСТРЕЛОЕ, КАК ПРЕФИКС БУДУЩЕГО ВРЕМЕНИ, БУДУЩЕГО ВРЕМЕНИ, ЕДИНСТВЕННОГО ЧИСЛА, МУЖСКОГО РОДА ТОРОГО ЛИЦА, ТО ЕСТЬ НЕ ПРОЙДИ, НЕ ПРОЙДЁШЬ, О, ВОТ ИНТЕРЕСНОЕ СЛОВО, ЮКАХ, ЧТО ТАКОЕ ЮКАХ, ДЕСЬ КОРЕНЬ КАХ, КОТОРЫЙ ОЗНАЧАЕТ БРАТЬ, В КОРЕНЬ ДОВНОБЫТЬ ТРИ БУКВЫ, МЫ ВЕДИМ ДЕСЬ ДВЕ БУКВЫ, КУФ И ХЭТ, ПОТОМУ ЧТО БУКВА Ю, ПЕФЕКС БУДУЮЩЕГО ВРЕМЕНИЯ, ПЕРВАЯ БУКВА ЛАМЕТ, КОРЕНЬ ЗАУЧИТ ЛАМЕТ, ЛАКАХ, ЭТО ОЗНАЧАЕТ ОН ВЗЯЛ, А ЮКАХ, ЭТО БУДЕТ ВЗЯТО, БУДЕТ ВЗЯТО, ЭТО, ПАССИВНЫЙ БЕНЬЯН, ИДЁМ ДАЛЬШЕ, ВЕ РАХАЦУ, РАХАЦ, ОН ПОМОЕТ, РАХАЦУ ОНИ ПОМОЕТ, МНОЖЕСТВЕННЫЕ, ИЗВИНИТЕ, РАХАЦ, ОН ПОМЫЛ, РАХАЦУ ОНИ ПОМЫЛИ, ВЕ РАХАЦУ, ЭТО, ИМПЕРАТИВ, ПОВЕЛИТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЯ, ВО МНОЖЕСТВЕННОМ ЧИСЛЕ, И ПОМОЙТЕ, ДАЛЬШЕ, ВЕ КХА, И БУДЕТ ВЗЯТО, ОПЯТЬ ЖЕ МЫ ВИДИМ ТОТЖЕ КОРЕНЕ, КУВ, ХЭТ, ТОЧНЕ, ОСТАТКИ ОКОРНЯ, ПОТОМУ ЧТО, БУКВА ЛАМЭТ, ПЕРВАЯ БУКВА КОРНЯ, ЛАКАХ, ИЗТОЖЕ ВЫ ПОМОЕТ, ИЗДЕСЬ СТОИТ ПРЕФИКС БУДУЩЕГО ВРЕМЕНИ, ЕДИНСТВЕННОГО ЧИСЛА, ВЕКЕ, БУДУЩЕГО ВРЕМЕНИ, ВЕКЕХА, И БУДЕТ ВЗЯТО, ПОТ ЛЭХЕМ, КРОВОЙ ХЛЕБО, БУХАНКА ХЛЕБО, ДАЛЬШЕ, А ВОТ, ЧТО ГОВОРИТ, АВРАМ, ЦАРИ, МАГАРИ, ЛЕ МАГЭР, ЭТО СПЕШИТЬ, МАГАРИ, ПОСПЕШАЙ, ПОСПЕШИТЬ, ЛЕ МАГЭР, ЭТОТ КОРЕНЬ РЕАЛИЗУЕТСЯ В РАВДЕНЯНИЕ ПИ-ЭЛЬ, ПИ-ЭЛЬ и ПА-АЛЬ, ОБЫЧНО НЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИТЬ ДРУГ С ДРУГОМ, ЕСЛИ КОРЕНЬ ЕСТЬ В ПА-АЛЬ и ПИ-ЭЛЬ, Иногда он даже имеет другое значение, Иногда он в ПИ-ЭЛЬ имеет значение усиления, Но вот этот вот корень, МАГЭЙ, Он по АЛЬ не реализуется только в ПИ-ЭЛЬ, Вот замечательное слово, ЛУЧИ, Это тоже корень трехбуквенный, В котором первая ЛАМЭД выпала, Вторая буква ЛАМЭД и третья буква ШИН, ЛАЛУЧ, Это значит замешивать тесто. ЗАМЕСИ, ШЛОШ СЕИМ КЕМАХ, ТИ СЕИ, СЕА, Это МИРОБЪЕМА, КЕМАХ МУДИ, СОЛЭТ, Слово СОЛЭТ обозначает мука высшего сока, ВААСИ, ВААСИ, Это тоже императив, ИЗДЕЛАЙ, Императив, Это повелительное наклонение, Императив в женском роде, Потому что это слово, С которым Авраам обратился к кому? Царе, ГОД, СДЕЛАЙ, ПЕРОГИ, ПЕЧЕНЬКИ, Как мы знаем, Что было приготовлено маца, Маца, Не та маца, Которая, Нашоу, А та маца, Которую мы едим на Песах, Потому что дело происходило в Песах, Как же Авраам Мог сделать мацу, Когда еще не было исхода из Египта, Все это вы найдете в комментариях, А вот эта форма, ЛААСОТ, Наверное, Вы узнаете ее, ЛААСОТ, Это инфинитив, ДЕЛАТЬ, СДЕЛАТЬ, ЛААСОТ, СДЕЛАТЬ его, Посмотрим дальше, ВЕГУ ОММЕД, Точно так же, Как в Ульпане, Вначале, Мы учим, Настоящее время, И в виньяне, Самом простом, И самом распространенном, В виньяне, ПААЛЬ, Глаголы в настоящем времени, Звучат ОЭ, Например, КОТЕВ, ЛОМЕД, ОСЕ, Так, И здесь, ОМЕД, Это глагол стоящий, В настоящем времени, ВЕГУ ОМЕД, АЛЕГЕМ, И он стоит над ними, То есть, Рядом с ними, Да, Вот, ТРИ буквы, Это и есть три буквы корня, АЙН, МЕМ, ИДАЛЕТ, Да, ОГЛОСОВКИ, Первая ХОЛАМ, Вторая ОГЛОСОВКА, ЦЕРЭ, Да, Это настоящее время, Так, ВА, ЙО, ХЕЛУ, Да, Здесь корень, АХАЛ, КУШАТЬ, Да, А что значит, Вот это вот, В НАЧАЛЕ, Это будущее время, Но ВАВ переворачивает его в прошедшее, Поэтому ВАЙОХЕЛУ, И ОНИ ЕЛЬ, Так, Вот еще одно слово, На которое я хотел обратить ваше внимание, Которое не является глаголом, Да, Это слово сейчас практически не используется в устной речи, Разве что, Когда мы хотим подчеркнуть некую дистанцию, АЕ, Это значит, Где? ВЕСТВЕЙФО, Как Всевышний спросил Адама АЕХА, АЕКА, Где ты? АЕ, САРА, ИШТЕХА, Где? САРА, Жена твоя, Так, Далее, И сказал, Кто сказал? Ангел, ШОВ, АШУВ, Корень здесь, ШИН ВАВ, БЕТ, Да, ЛАШУВ, ВОЗВРАЩАТСЯ, Так, АШУВ, Это я возвращусь, Никакого переворачивающего вау мы здесь не видим, Так, А что же означает это ШОВ, АШУВ? Наверное, Многие понимают, Да, Многие знают такое правило, Что для того, Чтобы усилить действие глагола, Чтобы подчеркнуть его, Можно сказать, Что это непременно произойдет, Да, Использует иврит, Особенности библейский иврит, Да, Повторение, То есть, Два раза используется этот корень, Первый раз он используется вот в такой форме, А второй раз в той форме, Которая нам нужна. Я приведу вам пример из второго отрывка ШМА, БЕГАЯ, ИМ ШАМУА ТИ ШМЕУ, Что такое ТИ ШМЕУ, Вы услышите, А здесь АШУВ, Я вернусь, Да, То есть, Мы переведем это как обязательно вернусь, А теперь, Что же вот это за форма, И что за форма ШАМУА ТИ ШМЕУ, Я скажу вам такую нетривиальную вещь, Поверьте мне на слово, Это не что иное, Как инфинитив, На самом деле, То, что мы привыкли считать инфинитивом, Например, ЛА ШУВ, Или ЛИ ШМОА, Да, Это один из четырех видов Относительных инфинитивов, А так называемый абсолютный инфинитив, Да, Он не имеет префикса, И звучит он именно так, Но мы не переводим его как инфинитив, Да, Потому что смысл здесь именно усиление действия, Ну, Давайте посмотрим по порядку, ШУМААТ, ЛЕ САРА, ШУМААТ, ШУМААТ, Это тоже настоящее время, Да, Как здесь ОМЕД, Давайте просклоняем в настоящее время, ОМЕД, ОМЕДЕ, ОМДИМ, ОМДОТ, А давайте теперь просклоняем вот этот корень, ШИНМЕМ АЙН, В настоящее время, ШУМЕА, ШУМААТ, ШУМААИМ, ШУМАОТ, Из-за того, Что третья буква корня, ШИНМЕМ АЙН, Это буква АЙН, ГАРТАННАЯ, Так, У нас немного меняются гласные, ШУМААТ, Вместо ОМЕДЕТ, Вместо ЭЭН мы слышим А, А, Далее, ВАТИЦХАК, Корень здесь, ЦАХАК, Что значит ЦАХАК, СМЕЁТСЯ, ВАТИЦХАК, И ЗАСМЕЯЛОСЬ САРА, ВАВ, Переворачивает, Из будущего времени, ИТИЦХАК, Прошедшее, И ЗАСМЕЯЛОСЬ, ААФУННАМ, АЙЛЕД, Я РОЖУ, Так, В слове ЕЛЕД, Мы видим от этого корня, ЛАМЕД и ДАЛЕД, В слове, В слове, ЯЛАД, РОДИЛ, Ну, на самом деле, Просто, По смыслу, Этот глагол, Может, Не иметь, Прошедшего времени, В мужском роде, АЯЛДА, ЖЕНСКИЙ РОД, Что это такое? РОДИЛА, ЛЕГОЛИД, РОДИТЬ, А ЭЛЕД, Я РОЖУ, Теперь, ВАНИ ЗАКАНПИ, Мы знаем слово ЗАКАН, Точнее, слово ЗАКЕН, Что означает старый, пожилой, Слово ЗАКАН, Пишется точно так же, ЗАИН, КУВНУМ, ЗАКАН, Это БОРОДА, Считается, Что у молодого человека, БОРОДЫ нет, И по БОРОДЕ можно, Хотя приблизительно, Определить возраст человека, Как вы видите, Я еще не ЗАКАН, Хотя имею ЗАКАН, ЗАКАНТИ, Я СОСТАРИЛАСЬ, Как говорит в Тегилим, ЦАЛЬДАВИТ НАР, ГАМ ЗАКАНТИ, Был я молод и состарился, ВАНИ ЗАКАНТИ, Кто здесь это говорит? ЦАРА, И упрекает ее, Ангел в этих словах, За эти слова, Почему ты смеялась? И что говорит ЦАРА, ЛО, ЦАХАК, Ты, Не смеялась я, ЦАХАК, Вот он корень, ЦХОК, СМЕХ, И мы знаем с вами, Что от этого корня, Производится имя, Для будущего сына Абрама, ИЦХАК, В форме, Это значит, И будет он смеяться, ЦАХАКТИ, СМЕЯЛАСЬ Я, Или СМЕЯЛСЯ Я, Потому что в первом лице У нас нет рода, Да? Но, ВАЙОМЕР, ЛОКИ, ЦАХАКТ, Но сказал, Кто именно ангел? Нет, Ибо СМЕЯЛАСЬ ты, ЦАХАКТ, Да, Вот эта форма, Уже, Определенно, В женском роде, Ты смеялась, В прошедшее время, Второе лицо, Ты, И женский, ОК, Так, ВАЯКУМУ, И встали, Корень здесь, КУМ, ЛАКУМ, Если вторая буква корня, ВАВ, Да? КУШ, ВАВ, МЕМ, Да? Во многих формах, Она выпадает, ВАЯКУМУ, И встали, МИШАМ, ГАНАШИМ, Так, ВАВРАМ, ГОЛЕХ, Там, Где мы слышим, О, Э, Это настоящее время, Простого действия, ГАЛАХ, Он пошел, ГОЛЕХ, Он идет, Да? Дальше, ЛЕШАЛХАМ, О, Интересный, Например, Корень здесь, Вот он, ШИНЛАМЕХЭТ, ШАЛАХ, Это значит, Отправить, Послать, В данном случае, ПРОВОДИТЬ, Да? ЛЕШАЛЕЯХ, ЛЕШЛОАХ, Можно так, ИСЯК сказать, Это разные беньяны, Да? Означает, ПРОВОДИТЬ, А что же означает, Вот этот вот, МЕМ, СУФИД, В конце, Не ЛЕШЛОАХ, А ЛЕШАЛХАМ, Да? Это, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СУФИКС, КОТОРЫЙ ПОКАЗЫВАЕТ, К КОМУ, НА КОГО, ЭТО ДЕЙСТВИЕ НАПРАВЛЕННО, Да? Пример, АГАВТИ, Я ЛЮБИЛ, АГАВТИ, АХ, Я ЛЮБИЛ ТЕБЯ, Так? АХ, Это, естественно, ЖЕНСКИЙ РОД, АГАВТИ, АХ, Это, Я ЛЮБИЛ ТЕБЯ, Сказанное, ЖЕНСКИНЕ, Так? ЛЕШАЛХАМ, Это ПРОВОДИТЬ ИХ, Вот так. А вот ПРОСТОЕ СЛОВО, АМАР, АМАР, ОЗНАЧАЕТ, Сказал, Да? Три буквы, Три буквы, КОТОРЫЕ И ОБРАЗУЮТ, КОНЕЙ АЛЕФ, МЕМ, РЕЙШ, Да? И вот эти вот огласовки, А, А, ПОКАЗЫВАЕТ НАМ, Что РЕЧ ИДОТ В ПРОСТОМ ДЕЙСТВИМ, ЯН ПААЛЬ, Да? ВЕ НИВРЕХУ, Так? КОНЕЙ ПЕТ, РЕШХАФ, ОЗНАЧАЕТ БЛАГОСЛОВИТЬ, Да? Что это за НИ? И БУДУТ БЛАГОСЛАВЛЕНЫ, Да? То есть, БЛАГОСЛАВЯТСЯ, ВЕ НИВРЕХУ, БО, КОЛЬ, ГОЕЙ АРЭЦ, И БЛАГОСЛАВЯТСЯ ИМ ВСЕ НАРОДЫ, ИДИБЛЯ, Так? Далее. ЭРДА. Так. Корень здесь ЮД, РЕЙШ, ДАЛЕТ, ЯРАД, кто был на рынке, допустим, в Иерусалиме, Махана Иуда, или любом другом рынке, скажем, рынок Кармери в Тель-Авиве, наверняка слышал крики такие от кого-то из продавцов. ЯРАД, ЯРАД, ЯРАД. Ну, русскоязычные обычно очень удивляются, с какой стати вдруг продавец кричит, что он чему-то очень рад. Но слово ЯРАД означает снизилась, спустился, то есть упала цена. ЯРАД ДЕМАХИР. Это он говорит про свой товар, то есть спешите воспользоваться тем, что товар сегодня подешевел, цена упала. А ЭРДА, это означает я спущусь. Тот, кто знает современную грамматику, и в РИТРА, да, скажет мне, что я спущу, и будет ЭРЭД, да? Почему же здесь ЭРДА? Это так называемая полная форма будущего в РИТРА, да? Да, она встречается особенно в Танахе. Так, ну, еще немного нам осталось, да? Дальше новая тема, дальше новая тема, тема числительных. Давайте повторим, а кто не знает, тот услышит от меня, да? Числа от 1 до 10, да? Числительные бывают порядковые и количественные, да? Первый и 1, второй и 2. Я считаю до 10, да? Количественно, да? И если в русском языке мы говорим одна кошка, две кошки, или один кот, два кота, а если просто не считаем, мы используем числительные мужского рода, то в иврите мы используем для этого числительные женского рода. Ахат, Штайм, Шалош, Ахат, Штайм, Шалош, Арба, Хамеш, Шеш, Шева, Шмоне, Теша, Аэсер. Так? Теперь числа от 20 до 90, да? Образуется от соответствующих единиц. Мы помним, что в нашей отдельной главе используются числительные, например, 50. Улай еш хамешим, царьим, может быть, есть 50 праведников. Хамешим – это 50. Слово это образовано от слова хамеш, что означает 5. Что такое суффикс им? Это множественное число, да? Например, хатулькот, хатулин, хаты, да? Для таких числительных нет разницы. в женском роде или в мужском роде мы используем суффикс им, да? добавляя его к слову хамеш, получается, хамешим. 50 предметов, если они в мужском роде и если они в женском роде, одинаково, да? Хамешим – вот хамеш. Хамеш – это 5, хамешим – это 50, да? Чуть позже, говорит Авраам, а если не достанет всего пяти до пятидесяти, да? если не достанет до пятидесяти, вот оно слово, 50 хамешим, праведников, хамеша – хамеша – это 5, да? Вау! Смотрите, когда мы просто считаем, мы используем числительные женского рода. Числительные мужского рода образуются в числительных женского рода добавлением, как ни странно, суффикса а, камаз, аи. Тот суффикс, который в существительных образует женский род от мужского, в числительных наоборот образует мужской род от женского. Хатуль – кот, хатуля – кошка, хамеш – 5 кошек, хамиша – 5 котов. То есть, мы скажем хамиша – хатулин и хамеш – хату-лот. Так, если не хватит 5 до 50, это сколько есть? Есть 45. И действительно, отвечает ему всем лишним. Ло-эм-ца-шам арба-им ва-хамиша. Арба-им ва-хамиша. Арба-им от слова арба. Арба – это 4. Вот оно. Арба-им, соответственно, 40. Ва-хамиша и 5. Слово хамиша стоит в мужском роде, а арба-им мы используем и в мужском, и в женском. Арба-им ве-хамиша таким вот путем мы образуем числительное 45. Так, дальше догадайтесь сами. А вот просто арба-им 40. Так, теперь шло-шим. Шло-шим вы можете легко догадаться от слова шелош. Что такое шелош? Три. Значит, шло-шим это 30. А вот слово айс-рим образуется не от слова два, потому что два выводит шта-им. Шта-им или шна-им в мужском роде. У него уже есть им. Поэтому берем слово айс-р, которое означает 10, и добавляем к нему суффикс им, и получаем айс-рим, что значит 20. А вот слово ас-ара, оно тоже образовано от слова айс-р. Айс-р это 10 в основной форме, в основной форме это значит в женском роде, а в мужском роде будет ас-ара. Айс-р, ас-ара это 10. А-с-ара. Итак, числительные, которые у нас, которые нам попались, да, это хамишим арбаим вахамиша арбаим шлошим айс-рим и ас-ара. Так, ну, на материале недельной главы мы увидели от 50, да, 60 образуется от слова 6, 6, 6, да, 60, шишим. Так, им это 70. Шмоне это 8, шмоним 80. Теша это 9, и шаим это 90. Ну, и, наконец, до слова 100 есть отдельное слово мэа. Может быть, слышали вы про улицу в Иерусалиме, точнее, целый квартал, который называется мэа шеарим 100 ворот. Замечательно. Мы разобрали несколько глаголов, несколько форм и разобрали немного из числительных. У нас осталось несколько минут. Так, я спрошу, есть ли какие-то вопросы и посмотрю в чат. Нет, в чате меня ничего не спросили, да. Ну, и раз время осталось, я вам могу показать немножко, давайте мы с вами еще немножко почитаем нашу недельную главу, недельную главу, которую мы с вами разбираем, да. Мы дошли с вами до Пэрэка, до пасука Ламет Гимел, да. Это 18 глава. Ну, давайте просто почитаем, что там идет дальше, вот эта 18 глава, вот 19 глава. Так, сейчас она мне откроется. 19 глава, так. Ва-я-воу, я показываю, ва-я-воу, шней гамал ахим с дома. Ва-я-воу, кори-ба, бет-алеф, бет-ва-алеф, ва выпадает, ва-я-воу, и пришли, потому что я-во придет, я-воу, придут, ва-я-воу, и пришли. Шней, шней, это два в мужском роде, потому что слово мал-ахим, мал-ах, это ангел, мал-ахим, ангелы, а артикль а означает те самые. И пришли эти два ангела с дома. Мы рассматривали на примере самой первой главы, да, нет, 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 чуть попозже, что вот это окончание алиф, камаз эй, да, в применении к названию места означает то же самое, что ламет перед этим словом, то есть лет с дома, к с дому, по-русски мы говорим в с дом, да, наиберите мы говорим к с дому, то есть лет с дом, то же самое можно сказать с дома, да, например, лирушалайм, в Ярушалиме, в Ярушалиме можно сказать в Ярушалиме, так, да, так, хорошо, ба-эрэв вечером, вэлот, алот, йо-шев, сидит, использованно в настоящее время, бе-ша-ар, с дом, ворота, с дома, ва-я-ар, ваяр лот, ваякам, ликратам, и увидел лот, ра-а, рейш-алиф-эй, ваякам, в будущее время, перевернутое вагону, прошедшее, и встал, ликратам, навстречу им, ликрат, это навстречу, да, как лехаду ди, ликрат, кала, ва-иш-тахум, и поклонился, апаим, апаим, это наречие, означающее, до земли, да, арца, означает тоже, к земле, эрец, то есть, поклонился низко, до земли, так, ва-йомер, и сказал, гине на адонай, вот, пожалуйста, теперь слово адонай, это не имя Всевышнего, а это множественное число, слово адон, господин, то есть адонай означает, господа мои, это лот говорит кому, ангелам, сколько этих ангелов, как мы видели, их двое, но у Авраама их было трое, да, тем не менее, один уже отключился, да, дальнейшей функцией выполняют два ангела, так, суру на, заверните, пожалуйста, слово на, означает просьбу, да, эль-бейт-авде-хэм, к думу, слово эвэд означает раб, авде-хэм, раба вашего, вэ-лину, ла-лин или ла-лун, означает переночевать, отсюда слово малон, гостиница, вместо ночевки, и отсюда, как ни странно, в жаргоне слово малина, которое к ягоде не имеет отношения, да, означает то же самое место ночевки, так, почему так много в арго, в воровском жаргоне слов из аврито, есть разные предположения у лингвистов, но факт остается фактом, да, это действительно так, так, вэ-рахацу-раг-лейхэм, рахац, помыть, сполоснуть, и помойте ноги ваши, раг-лейхэм, 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 ноги ваши, вэ-гиш-кам-тэм, так, Так, я оставлю пока это слово. Так, я его не буду переводить, потому что разные есть значения. Так, вегаллах, вагаллахтем, и пойдете. Галлах, это прошедшее время, галлахтем. Вы шли, а вагаллахтем, это вы пойдете. Слово дерех, это дорога. Дорогою вашей. И сказали ло, сказали не. Ки бархов на лин, потому что архов, это дорога, это, извините, улица. На улице на лин, это мы будем ночевать. Ну, на этом мы остановимся. И с Божьей помощью через неделю, через неделю мы с вами снова увидимся. Я напоминаю вам, что вы можете свои пожелания, вопросы и предложения адресовать мне в нашей группе в Телеграм. Там группа называется, группа называется, иврит, торы и молитв. Кажется так, да? Да. Тексты молитв, извините, тексты молитв и торы. Вот так она называется, если быть точным. Так. Ну, на этом я заканчиваю наше сегодняшнее занятие. Всего наилучшего. Счастливо. Лейтро от. Де оуд шабуа. Через неделю. Дай Бог, мы увидимся. Всего доброго. Натанн.